Всем привет, друзья! Очень рада, что вы загнули ко мне в гости. И сегодня мы с вами обсудим одну единственную покупку из светофора. Как вы и просили, было очень много запросов взять, проверить ту самую расческу-выпрямитель для волос, которая сейчас продается в районе 300 рублей. Но, как всегда, цени будут тут правильные. Это вот такая расчесочка в розовом и белом цвете. Насколько я поняла, в наш магазин завезли только в розовом цвете, потому что я хотела найти себя в белом, но перерыв в большое количество коробок так и не смогла ее найти. Но ладно, не столь важно. Это у нас расческа-выпрямитель, которая нагревается. Произведена она, естественно, в Китае. Это самый простой вариант, и, честно говоря, особых надежд я не возлагаю. Мы с вами будем проверять ее сейчас, тестировать вместе. Мостика мощность 25 Вт, длина шнура 135 см. Специальное покрытие, которое обеспечивает равномерное нагрев устройства и не повреждает структуру волоса. Ну, надеюсь, что хотя бы у меня волосы не отвалятся. Больше каких-то явных характеристик я тут не заметила. Просто есть рекомендации по уходу, по использованию. Использовать вдали от воды, чтобы не коротнуло. Но, в принципе, все стандартно. Что же у нас было внутри? Ну, естественно, вот такая расчесочка. Я ее сейчас уже включила на нагрев. Тут какие отличительные особенности. Имеются вот такие зубчики. Причем эти пластиковые зубчики, они двигаются. Наверное, это сделано для того, чтобы в процессе выпрямления волосы не так сильно путались. Я, когда включила первый раз эту расческу, подумала, что она вообще не нагревается. Потому что сами зубчики, они абсолютно холодные. Я рукой трегаю холодно. С обратной стороны чуть-чуть потеплее. Но, оказывается, самый жар идет вот внутри, между этими зубчиками. Я попробовала туда палец просунуть. Естественно, я обожглась. Имеется два режима приключения. Передача режима. Это первый чуть похолоднее. И второй чуть потеплее. Но нигде я не нашла никакой информации, какая температура соответствует каждому режиму. Поэтому, ну, как говорится, будем наугад. Сейчас у меня на голове, сейчас даже сделаю вам чуть-чуть поярче, чтобы не так сильно сливаться. Ну, я помыла волосы, нанесла всякие там защитные средства и просто расчесала расческой. Никакой укладки я не делала, как видите. Это вот такое обычное состояние моих волос. Пушимся непонятно куда. Ну, вот как-то так. Попробуем сейчас как-то выпрямить волосы. Я не знаю, получится или нет, но давайте приступать, смотреть, что из этого выйдет. Я так понимаю, что нужно каждую прядь вот таким образом прочесывать. Ну, да, чувствую, что прядь слегка прогревается. Ну, давайте сравним хотя бы по одной пряди, есть ли какой-то эффект. Да, вот примерно одинаковые вот эти пряди. Это у меня отросшая челка. Ну, в принципе, вроде бы как меньше пушистости. При этом она более мягкая такая становится. Вот это у меня еще более жесткая прядь. Конечно, обычными щипчиками, плойкой этот процесс выпрямления волос становится намного быстрее. Но, я так думаю, за счет того, что тут мощность не такая большая. Кстати, волосы путаются. Ну, нормально вот так и прочесывать потихонечку. За счет того, что мощность маленькая, я думаю, вреда волосам должно наноситься намного меньше. Но, знаете, я бы не сказала, что прям супер какое-то выпрямление. Чуть-чуть как-то становится вроде бы попрямее и чуть помягче. Но это всегда вот воздействие высоких температур плойек волосы чуть-чуть как-то становятся помягче. Ну, давайте сейчас попробую всю голову вот так пройтись. Не знаю, насколько будет вам на экране заметно и удобно смотреть. Но это вот сейчас у меня дома самое максимально удобное место для съемок. Потому что у меня от кухонной подсветки тут и освещение лучше, и качество картинки получается намного лучше. Так, ну что хочу сказать. Волосы, в принципе, у меня не путаются. Вот так прочесывать и этой расческой вполне удобно. Ну, вроде бы эффект какой-то есть. Это, конечно, не салонное выпрямление, кератиновое выпрямление, как там у нас показывают в Инстаграме, во всех этих рекламах. Нет, конечно, такого эффекта не будет. Но, но, что-то в этом, как говорится, есть. Можно вот так пройтись, прочесать. Но тут хочется еще заметить, что у меня сам волос очень пористый и, как говорится, волосы убитые. Поэтому, может, если волосы более хорошего качества, то и эффект будет заметнее. Но, по крайней мере, расчесывается. Да, сразу хочется отметить, что изначально, когда я достала эту плойку из коробки, когда еще, извиняюсь, рассматривала, был определенный такой пластиковый запах. И, когда я включила эту плойку первый раз проверить, тоже пластиком пахло достаточно сильно. И были такие вот определенные опасения. Но, со временем, пластик как-то вот вроде бы запах подвыветарился. Возможно, это произошло какое-то выгорание вот этих частичек, которые там были. И сейчас становится запах намного, намного приятнее. Ну, я думаю, более максимального эффекта мне получить не удастся. Но, по крайней мере, знаете, вот волосы после того, как я прохожусь этой плочкой, становятся более податливые. Так, давайте сейчас посмотрим промежуточный эффект. Сейчас даже постараюсь сделать чуть поярче, потому что надо было бы надеть белую футболку, чтобы вам был более контрастный эффект. Ну, я думаю, вот такой максимальный эффект может получиться с использованием этой плойки. Но вот они стали вот помягче. Помягче стали. Конечно, между вот этими зубчиками все-таки волосы застревают. Как ни крути, волосы-то выпадают. И потом придется ее дополнительно вычищать. Ну, в принципе, и в расческах так же бывает. Знаете, что хочу попробовать? Как-то подкрутить прядь. Попробовать, может, получится ли вот так вот медленно прокручивать. Ну, посмотрите, даже можно слегка вот так подкручивать. Да, что-то даже получается. Может, какой-то эффект после использования этой плойки и будет. Ну, да, даже что-то получается более-менее адекватное. Только вот нужно проводить медленно-медленно по длине волос, чтобы они успели прогреться и подкрутиться. Но, знаете, мне, по крайней мере, нравится то, что волосы не путаются в этой расческе, потому что у меня были опасения, что они будут вот там запутаться, и потом их вообще никак не сможешь распутать. Ну, что, друзья, думаю, лучшего результата у меня уже не получится. Так, уберем выпадающие волосы. Ну, вот как-то так. Ну, знаете, вполне неплохо. Я, конечно, не буду расхваливать эту расческу, потому что, ну, знаете, китайская штучка за 300 рублей, там, это не супер какой-то гаджет. Но, по крайней мере, я вижу результат, что у меня волосы стали не такие пушистые. Они расчесались и стали мягкие. И, конечно, есть вот определенная волна, но тут еще играет факт, что у меня где-то вот на этих кончиках еще до сих пор держится химия от предыдущих экспериментов. Поэтому, да, у меня еще такие волосы противные. Но эффекты есть от этой фигни, и то ладно. И вот что у меня. Каким образом выглядит сзади. Ну, вполне, вполне, считаю, неплохо. Ну что, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этой расчески. У меня какие самые главные плюсы. Что она не сгорела сразу, что какой-то эффект все-таки заметен, что волосы становятся чуть помягче, и что они не путаются вот между этими зубчиками. Но, конечно, это не вау-эффект. Я ничего от этого гаджета не ждала. Надеюсь, что видео было для вас полезным. И что вы какое-то решение принять смогли по поводу того, что стоит покупать, не стоит покупать. Ну, не знаю, насколько часто я буду ею пользоваться. Посмотрим. Но вот как-то так у меня получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!